Всем привет! С вами Артур, и мы продолжаем рубрику по селам. Сегодня мы приехали в Стурзовку. Стурзовка — это одно из самых больших сел Гладянского района. Оно находится на расстоянии около 20 километров от Бельц. Впервые село упоминается в XIX веке, а именно в 1852 году, когда молдавский воевода Стурза разрешил поселиться здесь выходцам из Черновицкой и Хмельницкой областей Украины. Но при условии, что населенный пункт будет иметь 300 дворов. Со временем сюда стали переселяться и жители близлежащих деревень. Из-за этого Стурзовка поделена на две части — молдавскую и украинскую. Но несмотря на различия, местные жители научились жить в мире и согласии. Михаил Гуццо является примаром Стурзовки. За исключением службы в армии он прожил здесь всю жизнь. Сказать толком историю, кто ее знает. Ну, во всяком случае, до нас дошло так, что украинцы торговыми путями или как, они проездом понравились земли. На Украине жизнь тоже была тяжелая, и они решили переселиться сюда. И обратились к боеводи Стурзовкишиневу. Сказал, что да, селитесь, но чтобы было не меньше 300 дворов и было церковь. Они переселились, у кого собрались с Украины, а у остальных жителей они попросили переселиться с ближайших деревень или сел. В честь него и назвали село Стурзовок. С начала образования села, местное хозяйство практически у всех. И большое подспорье — это местное хозяйство. То есть люди надеются, как обычно, сами на себя. И огороды, и домашние животы, и коровы, и овцы. Козы держат, птицу держат, свиньи держат. Ну, естественно, уже меньше. Расскажите, пожалуйста, жители Стурзовки, они работают здесь, на месте, или все-таки едут в ближайшие города на работу? Что касается работы, то очень плохо. Так я буду сказать, как примарм. У нас выезжают в основном на заработки. Есть хозяйства, лидеры, которые... Ну, у них работают специалисты только, командеры, бухгалтеры, трактористы. Основная масса уезжаемая. Кроме этого, у нас два садика, две школы, коммунитарный центр, фабрика есть, которая где-то в пределах 100 человек. Больше работали, сейчас меньше, они сократили свое производство. Но основная масса работает за границей или в Бельцах. Или не только в Бельцах, но и по республике. Есть водопровод, и канализацию пытаемся внедрить. Значит, трудности главные – это работа. С положительной стороны то, что, конечно, не в основном люди, которые идут на заработки, они возвращаются. Они возвращаются, вкладывают деньги в свое хозяйство, строят, перестраивают дома, не хотят они уезжать. К сожалению, лучшая часть молодежи грамотно уезжает. Хотелось бы, чтобы были стимулы для того, чтобы оставалась практически вся молодежь. Вся, конечно, она не останется, но чтобы она работала на благо села. Делались два проекта по русской школе. Конкретно крыша и фасад облагородили примерно 800 квадратных метров тротуарной плиткой спереди и сзади школы. В будущем надо закончить фасад, и надо молдавскую школу также. От АИПа сделали центральную дорогу. В настоящее время работаю в стадии завершения проекта по канализации. Мы работаем по рынку. У нас нет рынка, и люди приезжают на рынок. Он стихийный, приезжают в соседних сел. Из Солониша, из старых фундов, из новой сяблона приезжают. Проект есть, надо только его реализовать. Прямо сейчас мы доходимся недалеко от центра, возле памятника первому в селе Трактору. Кстати, как нам рассказали, он до сих пор на ходу. Виктор Гуляк является уроженцем Стурзовки и настоятелем храма Успения Божьей Матери. Село Стурзовка многонациональное. Тут живут украинцы, болгары, гагаузы, белорусы, русские. Есть семья цыган, и были раньше. И село очень дужелюбное. Были времена раньше, когда между молдаванами и русскими были некоторые непонимания. И вот Кашубский мост, это была граница между молдаванами и русскими. Иногда были даже и стычки. В последние времена очень дружно, и практически разницы нет. То есть сейчас люди уладили все свои конфликты и живут дружно? Да. Это были такие местные конфликты на уровне суперничества. За невесту, суперничество в какой-то мере в силе, но не между взрослыми. В последнее время, когда проблемы, трудности с работой, как и во всей стране, начали лежать на плечах населения, люди продавали очень много. И в основном заработки, несколько сфер работает сегодня. Это школа, где-то сады, наверное, примария и аграрные хозяйства. Поэтому теплицами занимаются, предусадными хозяйствами. Некоторые коровы держат, несколько человек имеют стыны свои. Стараются в этом мире выживать. А те, кто не имеет возможности и хочет более легкого, так называемого рубля, едут за границу. Что касается быта в селе, в принципе, у нас в последние годы село развивается. Часть села газифицирована. Водопровод практически. Ну, мы когда пришли, у нас уже была телефонная система. То есть постепенно, потихоньку, исходя из тех возможностей и средств, и, наверное, повышение статуса в нашем государстве, все это немножко развивается. Да, эти проблемы есть, но самые основные проблемы — это деньги. Все записи велись в церкви. И вот я нашел архивные данные и прочитал вообще по селам, по округе. И в 1925 году село Струзовка имело 485 дворов. Старые фундеры тоже имело 450. Гладяна имела 450. Самое большое село в районе было Данул, имело 600 дворов. Так вот, ведь села разные, но Струзовка самая большая. От чего? От того, что гостеприимство, и щедрость, и искренность, простота или радушие в этом селе у людей огромнейшая. Это заставляло любому человеку, приходя сюда, чувствовать себя просто как дома. А вот эта черта заставляла действительно многих тут отсидать. Из-за этого многонациональность и разнообразие из разных сел, количество людей, которые есть у нас, является фактом. Настолько я помню, наверное, на сегодняшний день село Струзовка имеет 2280 дворов. Петр не является коренным жителем села, но здесь живет его дочь. Он считает, что жители Струзовки очень гостеприимные и открытые люди. Нигде никто не слыхал, чтобы своровали у кого-то, или оскорбили кого-то, или что-нибудь. Наоборот, дочь у меня живет здесь, в селе. Она, когда пришла сюда, люди все вышли, вот соседи вышли ей на помощь. Значит, надо, значит, помогли то сделать, то сделать. Даже, даже временно запустили ее жить в дом бесплатно. Я еще раз говорю, таких людей, таких людей, это надо еще поискать, пройдя молдавскую землю вдоль и поперек. Насколько я вот в свои 63 года могу оценить, люди очень спокойные, очень хорошие. Они, наоборот, придут на помощь и выйдут на встречу. Карина Балан работает советником в премарии Струзовки и художественным руководителем в сельском доме культуры. Село Струзовка является жемчужиной Гладянского района. Почему? Потому что это уникальное село, где на протяжении более 200 лет уживаются между собой люди разных национальностей. То есть у нас издавна существует две части. Одна молдавская часть, так и называется, другая русская часть. Но при этом у нас проживают еще и болгары, и гагаузы, и русские. Традиции и культура переплелись давным-давно. И любая свадьба, мероприятие, куматрии проходят, можно сказать, в прекрасном настроении. Проходят благополучно, потому что сплетаются традиции разных народов. И мы уже научились уживаться и принимать все друг друга такими, какими мы есть. Что касается социальной сферы, у нас очень много магазинов, центров. То есть услуга большой сферы производится в нашем селе. Начиная из доставки пиццы и заканчивая профессиональными макияжами. В Доме культуры на данный момент у нас будет сейчас репетиция народного ансамбля «Светанок». Ансамблю более 30 лет уже. Также при Доме культуры есть ансамбль детский коллектив вокальный, фанфары, то есть духовой. И вокально-инструментальный ансамбль «Меридиан». У нас имеется своя спортивная футбольная команда, которая участвует в районных соревнованиях. Что касается разведения живности, хозяйства, огорода, пока что у нас, можно сказать, что у каждого есть свой огород, где мы выращиваем овощи, фрукты, ягоды, виноград для себя, для своих личных нужд. В основном люди, да, конечно, уезжают за границу на работу, но очень многие работают на фабрике. У нас тут есть фабрика. Очень многие работают в городе Бельце. У нас очень много лидеров в селе, которые занимаются земледелием, выбирают, выращивают различные сельскохозяйственные культуры. Многие из наших односельчан просто дают в аренду им землю, потому что самим это нерентабельно, так скажем. И они просто уже рассчитываются с людьми на турпродуктам, тем, что выращивали на этих полях. В молодежи, я вам скажу, что становится меньше, да, но это связано не конкретно с нашим селом, это связано напрямую с обстановкой в республике, в нашей стране, что нехватка мест, может быть, низкие зарплаты. Но все-таки на сегодняшний момент я считаю, что Струзовка – это процветающее село. Даже пошла немного недавно вот такая тенденция, что люди обменивают квартиры в городе и приезжают жить к нам. Я вижу, что многим все-таки нравится у нас жить, и я люблю свое село, и думаю, что многим моим землякам, односельчанам, это тоже частичка самая дорогая, которая находится в сердце. «Ой, гадная, 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 гадная голица, наймися уступить гей-гой, наймися уступить гей-гой, наймися уступить спутя порадниця. Боя така горна, гей-гой, боя така горна, гей-гой, боя така горна, як небе зірниця». Всем спасибо за просмотр. С вами был Артур в рубрике «Поселом». Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и читайте новости на ЕСПМД. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!